Италия заморозила активы российских олигархов на 2,5 миллиардов евро. Как сообщает Reuters, замороженные активы включают банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, принадлежащие российским бизнесменам. И сразу возникает вопрос, и что дальше, и куда их денут. Опять этим бизнесменам вернут, кто будет платить за их, так сказать, содержание, за их охрану, где они там, и прочее. Кто будет пользоваться этими замороженными банковскими счетами, банки, которые заморозили, но сами-то на самом деле там на счетах ничего нет, а там просто цифра. А деньгами пользуются банки. Поэтому это все очень интересно. Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, в состав которой входит Китай, РФ, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ну, такая хорошая компания для Ирана, в общем-то, ему там самое место. Но есть определенный нюанс, как в том анекдоте, да, помните, что такое нюансы? Говорит, Петь, говорит, ну, у тебя нос в моей жопе, говорит, понял, да? Он говорит, понял. Ну, вот у тебя нос в жопе, и у меня нос в жопе. Но есть нюансы. Вот так вот у Ирана нос в китайской жопе, да? Есть нюансы. Поэтому, ну, Иран выбрал свой путь, лечь под Китай. Ну, возможно, у нее нет другого выбора. В Беларуси дед напал на фашиста и попытался отобрать у него автомат. Под Мигилевым проводили военно-историческую реконструкцию, когда из толпы выбежал зритель и стал бить ногами немцев. Ну, немцев в кавычках, кто в немецкой форме, но в результате пришлось вмешиваться сотрудникам НКВД, то есть тем, кто в форме НКВД, да, и этого деда оттащили. И, в общем-то, представляете, как кроет людей, да, немцев увидел, фашистов увидел. Пять баллов, молодцы. Путин доверил Цзиньпина, что сохраняет контроль над ситуацией в России. Можете себе представить, я обхохочусь, он контроль сохраняет. Выступал он сегодня, значит, 4 июля перед зарубежными лидерами, впервые после восстания ЧВК «Вагнер», и заявил, что российский народ как никогда консолидирован, да, и прочая вплаченность и высокую ответственность за судьбу Отечества. Российские политические круги все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Фронт никакого никто не видел. Видели, что пригожинцы дошли до Москвы абсолютно свободно, да, а потом развернулись и ушли. Если бы не ушли, то этому фронту бы, а такой тыл бы устроили, раздолбали бы весь тыл этому фронту. Вячеслав, насколько печально все во Франции. Ну как, да все своим кодом развивается во Франции, да. Обычная картина, пока ничего печального нет. Пока тут люди свое делают, полиция свое делает. То есть так. Пока. Не дошло это до сколько-нибудь серьезного уровня. Когда мы показываем потери, то там что-то рассказывают, что там жуть какая-то. Поймите, что облить газом во Франции, там подраться с полицейскими, вообще норм. Да, то люди идут, свистят, да, и этим свистом они как бы организуют свои действия. Кстати, очень эффективно. Я посмотрел, это просто невероятно эффективно. Даже не представляю. То есть они каждый знают, что делать. Полицейские растеряны. Они ничего не могут против них, потому что они перемещаются, как эти, да, какие-то ниндзя. Свист, и через этот свист они передают сигнал к взаимодействию, да. Действует, я говорю еще раз, очень эффективно. То есть это отточенная такая тактика, и люди такие тертые, хотя очень молодые. То есть смотришь там, ну, до 25 лет физически хорошо подготовленные, и я говорю, то есть это какая-то группа, которая понимает, как действовать. И организована она, кстати, лучше, чем полицейские. Полицейские растеряны в данном случае, потому что они привыкли действовать сообща против дезорганизованной, такой толпы, в которую закинули там газ, еще что-то. И там, каждый сам за себя. А эти, когда действуют стройно, когда взаимодействуют, когда у них есть сигналы регулирования, да, и сигналы взаимодействия, ну, с ними сложно. Тем более, они лезут с голым курал кулаками на щиты, посмотрите. Слава, ты не поддерживаешь митингующих в Афранции, они же не коренные. Да, и я видел среди митингующих только коренных жителей, если говорить о Ницце. Это были чистые французы, очень хорошо организованы. Да, что там показывают в телевизоре, я не знаю. Что я видел своими глазами, то я и рассказываю. Да, и с ними достаточно сложно было воевать, да, поэтому запустили газ, и этим газом накрыли нас. Зачем, я так и не понял. Но было неприятно. В 17-м наряду с ладыжскими были китайские стрелки, еще какие. Китайцы очень хорошо в 17-м году воевали, и вы посмотрите, карикатуры белогвардейские, да, на расстрельные отряды китайцев, на заград отряды, которые тоже существовали. Я говорю, я никогда не забуду рассказ своей бабушки, которая была в штабе Деникина, Ильшин. Но она была заслана красными в штаб Деникина, и вот она рассказывала, как раненые бойцы, ну, белогвардейцы бронепоезда, я уже говорил об этом, рассказывали, как их атаковали красные, и они пытались уехать, а там железная дорога была разобрана, они отправили команду ремонтную, ремонтная команда все быстро восстановила под огнем, и они вроде уже собрались ехать, да, ну, там чуть-чуть горка, там, 3 градуса, небольшая, да, ну, начали буксовать, песочек подсыпать, как обычный паровоз начал сыпать песок, под колеса шлифовать начал, чтобы двигаться все-таки, бронепоезд очень большой, ну, и под колеса лег китайцы, просто побежал и лег под колеса, чтобы своей кровью, да, смазать рельсами, чтобы бронепоезд никуда не ушел. Пока они там с этим делом разбирались, лег еще один, а потом красные развернули напрямую наводку орудий, просто их раздолбыхали в флам, и кто остался жив, попали в госпиталь и рассказывали вот такую историю бабушки, они трепетали перед китайцами, говорили, что это просто жесть какая-то, то есть люди, которые для того, чтобы остановить бронепоезд, просто не уважаться, то есть насколько фанатично надо быть, на фанатичном, быть преданной идее, да, чтобы таким образом останавливать бронепоезда. Эту историю я читал в 90-е, может быть, я думаю, что она не единая, эта история. Я это слышал от своей бабушки, наверное, в начале 70-х годов, они в 90-е. Субтитры создавал DimaTorzok